Всем мое приветствие! Всем, кто вконтакте сейчас меня видит. Добрый вечер, дорогие друзья! Бог да благословит вас! Всем-всем добрый вечер! Всем Божьего мира! Божьих благ! Всем-всем мое приветствие! Да благословит вас Иисус! Есть 15 минут прямого эфира. Данное приложение больше 15 минут не дает. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Да благословит вас Бог! Давайте обсудим какую-то евангельскую тему. Все, что вам интересно, пожалуйста, спрашивайте. Почему-то боком. А вот так? А вот так нормально? Нормально. Так уже не боком? Видно нормально так, нет? Нормально. Хорошо. Вот как тут интересно. Перевернул. Не видно. Значит, будем так держать. Что ждет после смерти? Ну, эта тема была в Одноклассниках. Там я уже рассказал. Если ты был подключен, Сережа, ты слышал. Если не был, пройди в Одноклассники. Там эта тема. Приветствия всем. Приветствия. После смерти разных людей ждет все по-разному. Кого-то жизнь вечная во Христе, а кого-то тьма внешняя. И полное отсутствие света. Каждого человека ждут разные, так скажем, события. После... У меня на экране постоянно появляется это восстановление связи. Наверное, я пропадаю. Пастор кощунствует, значит, Махненко над смертью Чуркина. Ну, это безумие полное. На мой взгляд, Махненко уже далеко от Евангелия ушел. Ну, как и сказал его друг Махненко контуженный. Поэтому, думаю, к нему надо быть это снисходительным. Смеяться над смертью, это вообще, это ненормально. Это просто ненормально. Что творится там, это безумие просто вообще. Такие вот дела. Абсолютное безумие, я считаю. Тем более, что когда глумится проповедник Евангелия над смертью Чуркина. Ну, это вообще, это просто... Это какой-то сатанизм полный. Даже мы не видим в Библии, чтобы даже апостолы высмеивали смерть Иуда Искариота. Вы не найдете в Библии, чтобы апостолы ликовали и радовались. О, аллилуйя! Иуда повесился! Как мы рады, как мы рады, что Иуда повесился! Да абсурд, полный абсурд. Вообще, ну, полный абсурд. Поэтому, ну, это даже представить сложно. Это надо, ну, я не знаю, до какого уровня опуститься. Чтобы вот так пастор радовался о смерти Чуркина. Да это какое-то безумие полное. Даже не стоит обсуждения. Согласен, да. Абсолютно, Игорь, да, так и есть. Так, в раю будет душа или тело, или что-то среднее. Ну, в раю будет твой дух. Облеченные в духовное тело. Душа человека связана с плотью человека. В Библии говорится, ну, там говорится о животном. Душа животного в крови. Но слово душа имеет много значений. Вот, потому что именно после пропадает все. Пропадает почему-то связь. Не знаю, может, интернет слабо. Ну, вот смотрите. Бог сотворил человека, Адама, духом. Бог есть дух и сотворил человека по образу своему. А ниже, в бытие вы читаете, и сотворил Господь Бог человека из праха земного. И вдохнул в него дыхание жизни и стал человек душой живое. То есть, душа человека уже связана с плотью человека, с его телом. Но сам человек – это дух, во-первых, дух. Потому что Бог – это дух. Вот, поэтому, когда человек умирает, соответственно, он, значит, идет в небесное царство. Ну, слово душа многозначительное. То есть, можно его относить и так, и так. То есть, смотря, что вы имеете в виду. Поэтому в небесном царстве, конечно, твой дух будет, ну, можно сказать, душа. Потому что дух, он же имеет в себе жизнь. Значит, соответственно, у него и душа есть. И даже вот Бог говорит, что у него есть душа. Вот обратите внимание, в Ветхий Завет, да, вот. Бог говорит, что у него душа есть. Вот видите, тоже как интересно, да. Душа – это жизнь, это сама жизнь. Также говорится, что дух жизни, животворящий дух. Поэтому, когда мы говорим душа, мы можем подразумевать дух. Когда мы говорим дух, мы можем подразумевать душа. А также слово душа, опять же, оно также связано с плотью. К примеру, говорится, что все душевное, не духовное, а именно душевное, говорится. Душевное – это больше земное, человеческое, бесовское, ну, Библия так говорит. То есть, поэтому тут, смотря, куда вы применяете это слово и какое значение в него вкладываете. Я понятно ответил, да, насчет души, там, духа и тела. Вот так. Что у вас еще интересного есть, спрашивается. Может, что-то в моих проповедях непонятно. Обращайтесь напрямую. Так, рекомендации для крещения, для принятия Святого Духа. Самая первая рекомендация написана в Деяниях 2.38. «Покайтесь, покайтесь и креститесь во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов и получите в дар Святой Дух». Без покаяния крещение Духом Святым в вашу жизнь не придет. Покаяние – это не просто сказать, ну, Иисус, прости мне мои грехи, просто языком своим. Покаяние – это внутреннее сильнейшее, так скажем, духовное переживание, благодаря которому Дух Святой сходит. Покаяние – это как жертва на алтарь, которая умирает на алтаре. Так и здесь. Вы себя, грубо говоря, на алтарь Господу в молитве покаяния возлагаете, и Дух Святой приходит в вашу жизнь, крестит вас, наполняет. Вот так. Что, покаяния мало, чтобы принять Святой Дух? Нет, не мало. Исповедать свой грех. Библия дает эту рекомендацию. Деяние 2.38. Апостол Петр, имеющий ключи Божьего Царства, сказал эту рекомендацию, этот ключ. И это касается каждого человека. Покаялся, исповедался. Все. Бог дает Дух Святой тем, кто покаялся. Ну, Артем, давайте не будем утрировать вот так. Так, покаяние – это и есть смирение перед Богом, по сути. И повиновение. Если ты каешься, значит, это абсолютно уже подразумевает, что ты повинуешься Богу. Так же говорится, что он через наставление в вере к нам приходит, Дух Святой. Так что, ну, в принципе. Махненко – хороший пастор, доказывает веру делами, собирает беспризорников, боролся и борется с наркотиками, и людям помогает. Никто против этого ничего не говорит. Это достойно уважения в действительности. Абсолютно. Это достойно уважения заниматься наркоманами и так далее. Но это не дает человеку, так скажем, какой-то привилегии, к примеру, высмеивать смерть Чуркина. И это не дает человеку право, там, значит, воевать с кем-то и публично говорить, там, была бы моя воля, я бы убил бы Путина. То есть, это уже слова духовно нездорового человека. Я не могу себе представить, чтобы Иисус мог бы говорить, была бы моя воля, я бы разорвал бы в клочья, там, этого, там, Пилата, там, или еще кого-то. Иисус даже на Голгофском кресте, умирая, говорил, Отец, прости им, они не ведают, что творят. Так что, ну, это не в осуждение Махненко. Я понимаю, что вы любите его, нужно любить людей. И Махненко любить надо, и Чуркина надо любить, которого он там, как мне сказали, высмеивает смерть. Ну, это нездоровость. Ну, опять, я его не сужу, но человек заболел. Ну, что поделаешь. Да, реп, а некоторые не реаб-центры, а раб-центры. Это не показатель духовности, согласен. Очень много неверующих людей, благотворителей и так далее. Это все добрые дела, которые Бог одабривает, но эти дела, как и сказали, не дают привилегии. Это правда. Так, через пять минут у нас закончится трансляция. Когда она закончится, я, если, ну, у нас разговор дальше пойдет, я нажму на второй раз трансляцию, вторую часть. Потому что данный эфир ВКонтакте дается только на 15 минут. Ну, Ирина, возможно, да, вы правы, так и есть. Да, конечно, я хотел бы общаться с вами, Игорь, ну, с друзьями ВКонтакте. Кто упадет на этот камень, разобьется. Первую часть стиха. Кто упадет на этот камень, надо чуть-чуть включиться. Я уже как-то говорил на эту тему, но сейчас не могу четко сформулировать мысль. Я, может быть, постараюсь видео на эту тему сделать. Всем добрый вечер тем, кто подключается. Через три минуты эфир кончится, но я сделаю второе подключение. Так что, кому интересно, попадете на второе подключение. Рожденный прежде всякой твари – это о ком? Об Иисусе Христе, Саша. Христос, рожденный прежде всякого творения. Рожденный не означает в том смысле, как это мы понимаем, люди. Иисус был рожден, проявлен, как образ Божий, прежде создания мира. Он есть Слово. А Слово – это образ Духа. Когда Слово вышло из Духа, Дух приобрел образ Слова. Это и было рождение прежде всякой твари. Опять, Слово «рожден» я воспринимаю в аллегорическом смысле. Вот так, ну, в образе. Такие дела. Кому что еще интересно спрашивать? Кому не ответил, повторите вопрос. Только пишите коротенькие вопросы, чтобы я успевал читать. Так, ну, уже почти 14 минут эфира. Наверное, давайте я сейчас выйду и подключу второй раз. Второй раз подключусь и зайдете туда. Потому что связь тут только на 15 минут дается. Так, давайте, присоединяйтесь. Ну, видите, здесь проблемно немного. Вот в «Одноклассниках» дается там хоть два часа можно трансляцию делать прямую. А вот здесь в «Контакте» 15 минут дается. Ну, так что у вас есть еще 15 минут, чтобы со мной поговорить и задать мне вопросы. Может, у вас есть что-то интересное, поделитесь, я не знаю, коротко. Дальше будет, наступило. Понятно. Так, хотел поинтересоваться, в чем разница между покаянием и рождением свыше? Ну, покаяние – это когда ты просишь прощения. Я, к примеру, против тебя согрешил, брат, и попрошу у тебя прощения. То есть, ну, это же не рождение свыше. И у Бога человек попросил прощения, это еще не рождение свыше. Просто ты попросил прощения. А рождение свыше – это когда реально Дух Святой на тебя сходит. Когда Слово Божье реально уже в душе, ну, грубо говоря, в сердце твоем. И это производит новое рождение, это новая жизнь. Ты уже не грешишь. Рожденный свыше, то есть, рожденный от Бога, не грешит. Потому что семя Божье в нем пребывает. То есть, семя – это Слово в тебе, в рожденном свыше. Так, был вопрос, совместно ли политика и христианство. Я думаю, что нам нечего там делать. Иисус говорит, вы не от мира сего. Я думаю, этого достаточно. Иисус на своем примере показал, что Он не участвовал ни в какой политике, ни в каких революциях, ни в каких Майданах. Христос не участвовал, никого не призывал свергать власть. Иисус занимался Своим делом, то есть, проповедовал Евангелие. Так, свою точку зрения скажите на Святом Писании, что можно делать в субботний день. Например, кто? Ну, друзья мои, в Новом Завете нет для нас субботнего дня. В законе суббота была дана исключительно для израильского народа. Вот и все. В Новом Завете написано, что христиане собирались каждый день. Некоторые говорят, что вот Павел там по субботам проповедовал. Да, это правда. Но если вы вникнете, кому он проповедовал, то вы увидите, что по субботам Павел ходил в иудейские синагоги. И субботний день Павел посвящал на проповедь иудеям. А на следующий день, соответственно, он проповедовал в христианских общинах. Да и вообще христиане там каждый день собирались. И по субботам тоже. Они каждый день в храме даже собирались, пока их не погнали. Так что, ну, суббота. Я так считаю, если ты хочешь соблюдать субботу, ничего не делать в субботу, а просто молиться и читать Библию, ну, это твое право. Я против этого ничего не говорю. Ну, а если ты начинаешь субботу реально навязывать, вот я считаю, тут уже у тебя будут большие проблемы. Большие могут быть проблемы. Потому что в книге Деяний, по-моему, апостол Павел показывал, что приходили там фарисеи и побуждали, пытались заставить церковь Нового Завета соблюдать этот закон. Так что это очень хитрая такая уловка, в которую верующих улавливают. Пытаются к закону вернуть там, ну, хоть маленькими, там, маленькими путями. Нет, мы церковь Нового Завета. Церковь Нового Завета собирается в тот день, когда Дух Святой им говорит. Это может быть суббота, это может быть пятница, четверг. По водительству Духа люди надо собираться, а не делать какую-то религию. Не быть церквоходом, который раз в неделю ходит в церковь. Да и вообще говорить духовным языком в церковь мы не ходим. Мы сами по себе церковь. Я думаю, это понятно. Мы сами по себе церковь. Церковь – это человек, это храм Духа Святого. Помните ведь, вы же читаете Евангелие, да, там написано, что вы храм живущего у вас Святого Духа. А то, что мы собираемся по водительству Духа в тот или иной день, так это для всеобщего назидания. Вот мы сейчас с вами находимся, значит, в прямом эфире. Мы церковь. Ну, мы церковь, мы в прямом эфире. Да, вот вы со мной, я с вами. Я – часть церкви, вы – часть церкви Иисуса Христа. Мы, значит, как песчинки на берегу морском. Все вместе мы представляем тело Иисуса Христа. Но, опять же, тело Христова состоит из рожденных свыше. У Христа одно тело, у него нет сотни динаминаций. И каждая из них якобы тело. Нет, тело Христа состоит из членов, из людей, которые по всей планете. Здравствуй, Сережа, добрый вечер. Мы в прямом эфире можете задавать небиблейские вопросы. Ну, или что-то касается, может, моих проповедей. Может, что-то вы не понимаете, может, что-то вам сложно понять. Спрашивайте, я тут лицом к лицу, вживую с вами. Я постараюсь вам ответить. Ответь на мой вопрос. Сережа, то есть Шабтай, я пропустил. Напиши еще раз. Можно ли пить алкоголь в пост? А зачем вообще пить алкоголь? Ну, во-первых, когда человек постится, мы берем, если брать по Евангелии, то в пост они вообще не ели. Иисус, когда постился, он ничего не ел. Обычно в пост человек... Там водичку может пить, конечно же. Греческая метаноя... Не знаю, Сереж, честно говоря. Не знаю. Я этого слова. Да, пить вообще алкоголь не надо. Зачем? В Библии говорится, что лучше всего наполняться Духом Святым, чем пить алкоголь. То есть, ну, это самое лучшее. То есть, если вы хоть раз наполнитесь Духом Святым, то вы поймете, что алкоголь вам уже ни к чему. Ну, алкоголь что он дает? Физически. Если в небольших пропорциях. В малюсеньких пропорциях. Ну, пили, конечно, вино. Я не против того, если вы сделаете глоток вина. Значит, в небольших пропорциях, да, вино, оно веселит. Оно, так сказать, чуть-чуть сердце веселит. Действует как анестезия своего рода. Даже вот во время военных событий людям... Не было же анестезии никакой. Брали водку, к примеру, заливали и делали ножевую операцию. То есть, она как анестезия, значит, действовала в той или иной мере. Но Дух Святой, это намного, конечно же, превосходнее алкоголя. Поэтому я не рекомендую пить алкоголь. Прежде чем вы хотите выпить, подумайте, а зачем? Лучше попробуйте исполниться Духом Святым. Это будет намного лучше. Ну, если вы там раз в полгода сделаете глоток вина, я не думаю, что это будет проблемой или грехом. Библия не осуждает употребление вина. Но вино, заметьте, может привести ко греху. Как исполнится Духом Святым? Ну, если вы уже христианин и рожденный свыше, то исполнится Духом Святым вы можете через поклонение Богу. То есть, начинайте прославлять Господа, так же вы можете войти в Дух через молитву, через прославление Бога. Так вы исполняетесь Духом Святым, наполняетесь. Или, к примеру, вы наполняетесь Духом Святым для проповеди. Бог вас наполняет, и вы говорите Божье Слово. Ну, молитва, конечно же, молитва, да. Молитва, песнопение, все это способствует к наполнению Духом Святым. Что еще интересно? Кому что я ответил? Так, Саша пишет. Вино глумливо, секира, буйно. Да, именно увлекающийся. Неразумен, это правда. А там еще говорится так же. У кого стон, плач, у кого там синяки, по-моему, да, там, или круги под глазами, как-то так. Вот напился, говорит, били меня, и не было мне больно. Так, стали жить с невестой до свадьбы. Саш, ну, плохо, конечно, что вы так стали жить. Ну, что, ну, исповедуйте Господу, что вы неправильно поступили. Ну, не разлучайтесь, если любите друг друга, женитесь, живите счастливо и будьте благословенны. Стали жить до свадьбы, потому что, ну, воздержания не имели. Они имели воздержания, потому что наедине пребывали. Поэтому лично я всегда рекомендую молодоженам или молодым парам, которые дружат и планируют жениться там, я всегда рекомендую никогда не оставаться наедине в квартире или в гостях. Только при родителях находиться, ну, или в городе где-нибудь, в парке, опять же, ну, в людном месте. Наедине никому не советую, потому что, ну, будете очень плохо себя потом чувствовать, если вы переспите до брака, будучи христианами. Вашей душе будет очень тоскливо и плохо будете себя чувствовать. Раз это произошло, ну, что ж, исповедуйте еще раз, говорю, Богу и живите счастливо. Ну, что, не расставайтесь уже, если вы действительно полюбили друг друга. Счастья вам желаю. Так, я как бы приветствую все религии, только православные. Правильно, я говорю, что вы говорите, Бог Который. Да, то есть многие церкви претендуют на роль истинности, но истинно, Христос говорит, зачем разъезжаться, Саша, если ты ее любишь, Саша, а она любит тебя. Живите, создайте семью и будьте счастливы. Зачем разбегаться? Не надо разбегаться, зачем? Ну, вы же планировали жениться, вы планировали свадьбу, вы друг друга любите. Ну, так как вы друг друга любите, ну, вы не воздержались. Ну, что вас теперь, убить, камнями забить или что? Выгнать вас теперь? Если вы оба искренние христиане, ну, упали, это плохо, я согласен, это плохо. Ну, что теперь? Исповедуйте Господу, попросите прощения, больше этого не делайте до свадьбы. Ну, женитесь, рожайте детей и живите счастливо в Иисусе. Не надо разбегаться, зачем? Так, еще кому-то на вопросы отвечать. А тут так, здравомыслящего человека. Обращайся всегда, брат, постараюсь по писанию ответить. Или из личного опыта как-то. Здрасте тем, кто присоединился. Так, через три минуты эфир кончится. Так, мне в третий раз выходить в эфир или нет? Помолимся, может? Ну, молитесь, конечно. Так, я раньше пил, курил, встречался с девушками. Сейчас не пью, не курю. А судьбы нет. Дальше не успел прочитать. Еще раз повторите, пожалуйста. Сообщение улетело. Повторите там. Кто там не пьет, не курит. Дальше что, не понял я, что произошло. Давайте его в третьем сейчас эфире. Я сейчас отключусь. И сделаю третье, значит, подключение. А, не женат. Тридцать лет прошло мне, а я не женат. Ну, просите Господа Бога, Он пошлет вам спутницу. Обязательно общайтесь с христианками на христианских форумах. Посещайте христианские собрания. И обязательно вы получите себе жену от Бога, если вы хотите. Так, я сейчас отключаюсь. Уже почти 14 минут. Потому что, еще раз повторяю, здесь эфир контакт дает только на 15 минут. Подключусь третий раз. Четвертый раз уже не буду. Еще отвечу, может, вы за это время что-нибудь еще услышите. Так, вино полезно. Так, так, так. Что за жизнь без вина? Саша, ну да. Так, ну давайте на третье подключение. Время тут подходит к исходу. Как тут надо опять все что-то, я не разберусь, как тут это работает дело. Время тут подходит к исходу. Время тут подходит к исходу. Продолжение следует...